Привет-привет! Добро пожаловать в новый влог. Решила спонтанно начать его снимать. У нас сегодня пятница, а это значит, что у детей наконец-то свободный вечер и мы сможем испечь пряники. В этом году я хотела бы сделать вот такие рецепты с термомикса. Поделюсь с вами в инфобоксе, но вы сможете это приготовить и без чудо-прибора. Эти прянички, видите, такие толстенькие и, как мне кажется, не такие твердые и сухие, как те, которые я обычно пекла. Хотя тот рецепт тоже классный, ему уже 150 тысяч лет. Где-то в инстаграме у меня должен быть, в очень-очень старых постах. Для вот этих пряников нам необходима мука, сахар, жидкий мед. У меня закончился самый вкусный мед на планете от моей двоюродной сестры, поэтому купила первый попавшийся в магазине. Масло, сметана, которую я не принесла. У меня будет 18% яйца. Сода разрыхлителя сказала или нет, какао. И вот такая приправа для глинтвейна или для зимней выпечки. У меня, во всяком случае, этот аромат пряности ассоциируется именно с зимой. Здесь и гвоздика, и корица, анис, микс всего. Но я думаю, что много где такая продается, ее кладут девочки и в морковные пироги, и куда угодно. Но мы сегодня будем использовать для пряников. Смешиваем 150 грамм масла. У меня мягкое, сливочное, нарезанное кусочками. Вливаем мед, 280 миллилитров. Две упаковки нашей приправы. Ставим на небольшой огонь. Мешаем и растапливаем масло на протяжении 5 минут. Даем остыть растопленному маслу с медом и с приправой. Отмеряем 130 грамм сметаны. И сюда насыпаем 2 чайные ложечки соды. Смешиваем. Какая-то немножко странная ситуация. Пока что я не понимаю, зачем эти махинации. Нам необходим миксер. Берем 3 яйца, отделяем желтки от белков. И один белок отдельно. И мы будем смазывать пряники перед выпечкой. А теперь в миксер выливаем 2 белка. Вот это мне непонятно, зачем отдельно. 3 желтка. И еще дополнительно 2 желтка. 60 грамм сахара. Взбиваем на средних оборотах 8 минут. Нечто такое у нас должно получиться. И теперь будем вмешивать тесто. Выливаем растопленное масло с медом и приправой. 660 грамм муки. 20 грамм темного несладкого какао. И смешиваем все. I'm sorry, девочки. Я что-то напутала. Все-таки разрыхлитель в этом рецепте не нужен. Тесто, конечно, немножко странное. Потому что оно вязкое и липкое. И теперь самое смешное. Я не дочитала до конца рецепт. Ну, глянула ингредиенты. Но я никак не ожидала, что нужно будет убрать его в холодильник на 24 часа. Sorry. Завтра у нас футбольный матч. Поэтому я кладу тесто в морозилку на 2 часа. И мы все-таки сегодня будем делать пряник. Если у вас есть время, то, конечно, лучше сделать так, как указано в рецепте. Посмотрим, что из этого получится у меня. Скоро папа привезет детей со школы. А я тут потихоньку готовлюсь. Я достала все свое богатство для пряников и для их декорирования. И за годы у нас, конечно, собралось много всего. Но, если честно, то мне больше всего нравятся вот такие самые обычные формочки. Причем, чем меньше в них разных деталей, тем удобнее будет вырезать. И такие же красивые прянички получаются. Также можно украсить пряники вот таким. Всегда забываю, как это на русском. Глазурью вот. Она у нас тоже продается в каждом магазине. Ее достаточно бросить в горячую воду, и она становится жидкой. А потом кисточкой как-то раз-раз распределяешь. Они бывают цветными. Ну, я взяла на шоколадные. У меня есть и темный шоколад, и молочный. Помимо этого у нас очень много разнообразных вот таких фломастеров с сахарной вот этой вот штукой. Они есть и классических цветов. Вот в этом году я докупала. Они со временем портятся. И даже когда ты их разогреваешь, сейчас расскажу как, то все равно они не такие по текстуре, не хорошо выдавливаются. Поэтому, там, если вижу, что уже все, то докупаю новые. Есть классические, есть пастельные, есть золотистые, всякие разные. Или темные вот такие. Ну, темные, не знаю, будем использовать или нет. Разве что, чтобы там что-то приклеить, например. Дети, кстати, так и не определились, где они хотят повесить свои веночки. Поэтому пока что они обитают на столе. Они совсем не мешают. Очень даже красиво здесь выглядят даже в таком варианте. А еще, знаете, что можно не обязательно вешать венок. Есть специальные такие крепления, которые вставляются в сам веночек. И потом туда уже добавляются свечи. И у вас получается такой адвент. Можно взять 4 свечи и зажигать за 4 недели до Рождества. Каждую неделю по свече. Ну, у нас как-то нет такой традиции. Поэтому в основном вот как-то здесь висит тот, который сделала я. Может, поменяем на детский. Как скажут они. Иначе, он рассматривает то. Ура, сколько берет. Вот так? Так. И туда. Вот так? Так. Ты хочешь попробовать? Да. Прошу туда, конечно. Давай, давай. Тихо? Мокнее, мокнее. Уже так не липнет между прочим. Мама. А, веш, почему? Потому что мы заболели. Надо взять так, чтобы это не приклеило. И сейчас волкуем. Пожай, могу я? Еще манки. Сейчас уже вешу, о чем дело, так? Прошу сюда. А мы уже начали. Минь. Не, ты еще начали. Ты еще начали. Для Захэрого. Это цище все еще готово. Другой маленькой. Макечко возб록им. Что делать вирнение? Так. Я тоже. Применешь ту поремку и подключай, в которой у вас. Ммм. Перед выпечкой смазываем белком, они потом будут блестеть. После выпечки дома и наряжания елки мы все дружно заболели и дети, кстати, пропустили выпечку пряников в школе, они всегда готовятся к благотворительной ярмарке и в этом году они собирали деньги на колодец в Африке. Они очень расстроились, что они не участвовали в этом во всем, но потом сказали, мама, как хорошо, что мы сделали это дома, потому что для них это вкус и запах Рождества, праздников. Дети уже съели большую часть пряников и я хочу вам сказать, что это один из лучших рецептов, потому что они не твердые. Так что, девочки, кто хочет впервые попробовать испечь имбирные пряники, то вот это прям отличный вариант рецепта. Еще раз убеждаюсь в том, что мы сами способны себе задавать настроение и создавать какие-то традиции, которые остаются в памяти на годы и которые тоже дети будут вспоминать, когда они вырастут и, возможно, будут иметь уже своих детишек. Мы достаточно много их напекли, но большую часть дети с удовольствием съели. Возможную декорацию пряников мы оставим на завтра. Мы таки вчера украшали пряники, я уже не стала этого снимать, но большую часть дети и так съели. Смотрите, как прикольно. Мама пряник, это футболист пряник. Игнат делал семью. У него муж, жена, елка, это их домик, лошадка и что-то там еще было. Он целую историю вообще выложил. Это Захар делал футбольные. Там еще был такой пряник в цветах футбольного клуба. Опять же, все уже съелось. Это один из тех пряников, которые делала я. И вот этот, вот этот, ну так на скорую руку. Но зато мы очень мило провели этот вечер и с пользой, с креативом. И для меня это самое важное. У нас сегодня суббота, у мальчиков футбольный матч, и они уже поехали с папой, а я приеду чуть позже, чтобы поболеть за них, поддержать, но не проводить несколько часов на улице, потому что, во-первых, не хочу простудиться, но даже не это основная проблема. Я начала свою реабилитацию на прошлой неделе. И я почему-то думала, что может быть неприятно, но я не ожидала, что будет настолько внутри все болеть после. На следующий день я сделали УЗИ в качестве послеоперационного контроля. Оказалось, что у меня внутренний кровоподтек, и также мне нужно разогнать лимфу. Я выполняю лимфодренажные массажи и у своего физиотерапевта, и также езжу, вообще это косметологический салон, где проводят какие-то процедуры моя доктор, но у них также есть отдельный реабилитационный кабинет. И я езжу и к ее реабилитологу, физиотерапевту, то есть все в комплексе, и сейчас у меня такие массажи. Разработка внутреннего шва каждый второй день, раза 4, наверное, в неделю. Это все дорогостоящее удовольствие, но надо, потому что если не избавиться от внутреннего кровоподтека, у кого-то он есть после такой операции, у кого-то нет, но обязательно нужно все это разработать для того, чтобы не возникало воспаление, и застой лимфы это тоже что-то, что может привести к плохим последствиям. Об этом мало кто говорит именно после операции, многие там как-то вообще просто заживают и все, но я не хочу потом вот этих, знаете, каких-то последствий. Через год это может таукнуться, у меня моя подружка делала операцию совершенно другую, но лапароскопическим путем, казалось бы, небольшие проколы, но ей удаляли селезенку. И она говорит, ну нормально все, я себя нормально чувствую, нормальные анализы, но спустя год у нее, во-первых, начались какие-то проблемы с вот этими проколами, то есть обязательно нужно разработать швы, иначе когда плохая погода, то они ноют, они настолько болят, что она сидит на очень сильных обезболивающих таблетках, и внутренний шов также дает о себе знать, и она не может заниматься несколькими видами спорта и так далее. Короче, я делаю то, что рекомендуют доктора и специалисты. И потом, знаете, чтобы не жалеть, что я что-то пропустила, что-то опустила на самотек, и я дала себе столько времени, сколько нужно будет моему организму на восстановление. И денег на это я тоже не жалею, но не усердствую. Вот знаете, без какого-то фанатизма. Доктор говорит, что так лучше, окей, и подстраиваюсь под обстоятельства. И завтра я хотела бы поехать и заказать живую елку. Опять же, если ты чего-то не проговоришь, значит, там, не знаю, в лесу где-то вырубывают эти елки и браконьерством занимаются. Нет, это специально выращенные елки в определенных местах, где это разрешено, это еще имеет какое-то там значение для почвы, для экосистемы и всего остального. И ее заносят домой, за дополнительную оплату могут даже поставить все дела. Так что вообще с этим проблем нет. Мало того, у нас живые елки забирают на переработку. И с них там тоже что-то делают. Когда придет объявление, я прочитаю, потому что сейчас вылетело из головы. То есть это елка, которая не выбрасывается просто в мусор, а ее забирает специальное отделение мусорной компании, которое сдает эти елки на переработку, опять же, во благо. Поэтому ни одна елка из леса не пострадала. Маман выбрала елку. Открываем. Притык. Под самый потолок. Увага, потому что она очень-очень разложилась. Чтобы он там не достал тонко. В этот день мы все вместе встретились, пообедали, подкрепились. И потом уже ближе к вечеру нам доставили нашу елку. Мы ее распаковали, и дети с нетерпением ждали, когда же они смогут ее украшать. Как-то так повелось, что у каждого из нас есть дома своя елка, но мы каждый год собираемся и украшаем самую большую и живую у нас дома вместе с семьей брата Томака. Иногда приезжали его родители, и исключением был тот год, когда был ковид, локдаун, и в качестве мер безопасности мы тогда наряжали ее вчетвером, но мой муж не особо любит этим заниматься. Если пересмотреть мои старые влоги, то можно увидеть, что мы всегда с Рафалом бегаем вокруг этой елки, украшаем ее сначала огоньками, бурчим, что они запутались, что у меня почему-то две отдельные ленты, это не очень удобно. Я когда-то обязательно обновлю и куплю огоньки, чтобы их было больше, но в целом получается красиво, и самое классное в том, что все игрушки разные, дети достают их, рассматривают, конечно же разбивают, в этом году у нас рекорд, потому что с момента наряжания елки мы уже разбили 7 или 8 игрушек, еще никогда такого не было. У нас есть эти игрушки, которые дети сами раскрашивали в фабрике, где делают игрушки стеклянные, и что-то они делали в садике, в школе, и это всегда, знаете, такое очень позитивное времяпрепровождение, мы включаем обязательно польские калятки, и чем старше становятся дети, тем более они самостоятельные, и по факту больше всего украшали именно они. Они любят этот процесс и всегда не могут дождаться, когда же привезут нашу большую елку, а я достаю и свои любимые игрушки, и каждая из них у меня ассоциируется или с каким-то местом, или с теми, кто мне их подарил. Есть и такие. Вот такая елочка-красавица у нас получилась в этом году, не видно, до самого потолка. К сожалению, в прошлом году мы разбили верхушку, я забыла об этом, нужно докупить и повесить. Я не перевешивала игрушки после детей, потому что это семейное развлечение, такая наша традиция. Я, к сожалению, не чувствую, чтобы она пахла, но она очень красивая и не колючая, правда скользкая, нужно быть осторожным с игрушками, то есть вешать их на какие-то более конкретные ветки, чтобы они не сползали, потому что могут грохнуться, и она тоже не пахнет. Ну а так выглядит впечатляюще, и сразу так уютно дома и по-новогоднему, или, знаете, по-рождественски, потому что здесь все-таки больше отмечают именно Рождество. Уже начали приезжать подарки. В этом году мы решили дарить подарки только детям. Девочковые как-то едут дольше. У нас две двоюродные сестрички, которые живут в Польше, и для них я там кое-что тоже выбрала. Игнату мы будем дарить вот такие часы, которые называются Гарретт. Их чаще всего рекомендуют родители, потому что это не просто часы. Сюда можно вставить сим-карту. Вот при покупке давали тоже бесплатную сим-карту. Но это не тот оператор, который у меня. Может, кому-то там передарю, может, кому-то надо. И здесь достаточно хорошо и долго держится батарейка. Также есть возможность звонка и по аудио, и по видео. Экран я не стану сейчас распаковывать, потом уже на Рождество покажу вам на руке Игната. Он мечтал о нем. Это самая дорогая модель. Мы все складывали, все купили вот такой. Также здесь есть GPS. То есть вы можете отслеживать, где ваш ребенок. И вы также можете выбрать территорию, за которую ребенок не должен выходить. И если это произойдет, то вам придет оповещение. Буду это все потом изучать и настраивать, когда Игнат уже распакует свой презент. Это для Игната. А Захар очень хотел Джорданы. И это достаточно дорогая обувь Найк Джордан. И он хотел конкретную модель, которую я, к сожалению, не нашла. Лимитки разлетаются очень быстро. И нужного нам размера тоже нигде не было. С размером я не промахнулась. Очень удобно то, что я могу это все обуть на себя. И если мне достаточно свободно, то ему точно будет хорошо и немножко на вырост. У нас зима не холодная. И, в принципе, если где-то там в торговый центр или быстро пробежаться до ресторана, даже зимой можно ходить в такой обуви. Он хотел фиолетовые. Фиолетовые уже отсутствуют в наличии. Где-либо даже, если кто-то хотел там перепродать, то нет. Но я ему купила вот такие черно-белые. И это тоже фиолетовая вставка. Не знаю, камера сейчас вроде как, дисплей у меня показывает, что это синий. Но это фиолетовый. Он очень долго не мог выбрать, что же он хочет. Потому что пределом мечтаний было PlayStation. Они его получили. У нас есть какие-то игры там. И у него все есть, как он сказал. Вот. И я слушала его внимательно, что он очень хотел вот эти Джордана. И поэтому заказала. Он потом приходит и рассказывает. Мама говорит. Я знаю, что я хочу. Мне же всегда нравились Джорданы. У моих лучших друзей они тоже есть. Девочки тоже в них ходят. И я взяла именно высокую модель, чтобы тоже весной мог обувать. Я уверена, что он оценит. И он совсем не ожидает, что я их уже заказала. Потому что он мне сказал, что за несколько дней до Рождества. А я уже с подарком. Я уже подготовилась. Я думаю, что такое. Что нет вообще какой-то рождественской атмосферы. И потом включила свой старый влог, чтобы посмотреть, как я там варила суп. А потом осознала, что я вообще забыла о звездах. Я вернула те, которые я купила в этом году из H&M. И достала старый из Икеи. У меня с вот таким узором. И я маме об этом сказала. Она, так давай повеси меня. Долго просить не надо. Поэтому я уже поскладывала звезды. Мама помогла мне принести лестницу. Юки тут вылизывает что-то на фоне. И мы будем вешать звезды. Это хрупкая конструкция. Дай мне, пожалуйста. Дашь мне, пожалуйста, эту стяжку? Или я ее забрала? Запрятать второй удлинитель. Ой, ну эти звезды, хоть они уже и заезжены вместе с домиками. Но как же это атмосферно и красиво. И я думала, что в этом году у нас не будет снежного Рождества. Я не буду садиться за руль в ближайшие дни. Поэтому радуюсь. Смотрите, сколько снега насыпало. Я, честно говоря, не помню, когда было аж столько снега в Кракове в последние годы. Поэтому каждый раз как-то акцентирую на это внимание, что у нас таки идет снег. Подготовка к завтрашнему святому вечеру уже полным ходом. Хотя, вы знаете, в этом году очень нетипично, потому что я готовлю крайне мало. Мы не знали, как я себя буду чувствовать. Поэтому Томак практически все заказал. Ну, чтобы тоже маму не нагружать. И я делаю чизкейк. Венский рецепт в одном из прошлых влогов. Вот еще тут буквально 3 минутки он будет готов. Дам ему остыть. Пеку специально с вечера. И утром, утром, завтра, после обеда, я еще выложу на него свежие ягоды. Когда моя мама едет ко мне, она всегда спрашивает, что привезти. Я прошу ее красную икру. И в основном это происходит в декабре. Это единственный месяц в году, когда я ее ем. Хотя, на самом деле, очень сильно люблю. Также купила бутылочку Просека. Пока что не открывали. Но это такой декабрьский набор. Мне подготовку. Потому что такие запахи очень хочется есть. Так что я перекушу. Часть, наверное, будет замороженная. Буду уже варить перед подачей на стол. Это грибочки. Делаю еще грибной суп традиционный. То есть постный журок. И здесь у меня варится узвар. Очень большие кастрюли. Кстати, такие. И посмотрите, как на них видно вообще все капли. И здесь еще большая вот такая. Время накрывать праздничный стол. И в этом году я не покупала новую скатерть. А достала ту, которая у меня была. Она из Юска. И казалось бы, цвет такой не совсем праздничный. Но потом я добавила и другие элементы. И все равно получилось нарядно. Я же вам говорила, что у меня легкое помешательство на зеленом цвете. На белом. На чем-то таком натуральном. Я принесла свой старый подсвечник. Ему очень много лет. Вот такие штуки под тарелки. И сразу все смотрится по-другому. Я, кстати, их заказывала на Алиэкспресс. И они у меня есть даже в золотом цвете. Я всегда заранее накрываю на стол. И потом через 2 часа уже начинают потихоньку приходить гости. В этом году хочу попробовать по-другому складывать салфетки. Не знаю, что из этого получится. По-моему, ничего хорошего. Хотя... Так, закручиваешь. Что-то как придумаем, блин. Ну, было интересно. По желанию, в каждой салфетке или на каждую тарелку можно добавить какие-то шишки, елочные игрушки, другие элементы декорации. Но мне очень нравится хвоя. Как видите, в этом году я не использовала веточки. На самом столе еще столовые приборы. И на этом мой стол будет готов. Я потом вам покажу, как это все выглядело перед приходом гостей. Уже привезли рыбку. Белая, не знаю, дорж по-польски. Что там намешано? Без понятия. Мама мешает. Что? Дорж считает, как она называется? Мерлуза. Мерлуза? Мерлуза это вкусная рыба. Кутя. Представляете? Кутя от поляков. Это то ли с пшеницей, то ли с перловкой. Непонятно. Но мне кажется, что это все-таки пшеница. Здесь цукаты, мак, орешки и клюква вместо изюма. Вкусно, достаточно сладко. Вкусно, но достаточно сладко. Обычно блинчики делала мама Томака. Это называется крокеты. Они подаются с борщом. И здесь начинка капусты с грибами, так как постный святой вечер. Также они еще и запанированы. Уже все разморозилось. Томак заказывал. Это не домашние изделия. И нужно еще пожарить. Вчера вечером паковала подарки для детей. Приехали девочковые. Я забыла заснять. Это в качестве идеи того, что можно подарить. Это для Майи. Там такой домик с миниатюрами, который нужно полностью самим собирать. Я покупала на Олегра. Самый большой подарок это для малышки. Там такой набор родители выбрали. Могу вам оставить ссылку внизу. Посмотрите. Может вам тоже пригодится. Такой, когда думаешь, что же подарить ребенку, то всегда голова пухнет. Это подарок Захара. И маленький, но зато очень желанный Игната. Такой. Его сложнее всего было запаковать, потому что у него неровная форма. Справилась. Тайная Санта. И сейчас отнесу это все под елочку. Нагладила костюмы, рубашки, штаны. Потому что Захар не хочет надевать костюм. Но его право. Заставлять не буду. Мое платье тоже готово. Сейчас уже буду переодеваться, чтобы в последний момент этого не делать. Но никто не знает, как оно будет на самом деле. И зараза, оно, конечно, достаточно быстро мнется. Надеюсь, что я хотя бы встречу гостей в нормальном виде. Какая красотень вышла. Я еще посыплю это все сахарной пудрой перед подачей. И вообще сочетание ягод с вот этим чизкейком, это нечто. Мне гораздо больше нравится, чем с шоколадом. Но его тоже можно полить глазурью. Вчера сварила грибной постный суп. Здесь у нас греется борщ. По традиции показываю вам. Это мамочка поставила картошку. Да, грибной суп подается с отваренным картофелем. Причем отваривается он отдельно. Вот в прошлом году, кстати, было уже очень удобно. Супницы налить суп и пусть каждый сам себя обслуживает. Из года в год появляются вопросы. Почему же на нашем праздничном столе пусто? Где закуски и почему так? Повторяю, что в семье моего мужа, а не католики, была такая традиция, что все блюда подаются поочередно. И закуски, как таковые, вообще не принято было ставить на стол. Поэтому сначала гости располагаются, мы разливаем компот. И потом только подаем сначала один суп, потом второй. В некоторых польских католических семьях или нет супа, или он один. У нас так. Дальше макароны, крокеты. Макароны, кстати, с грибами и с капустой. Их всегда готовит мама Томака. А потом уже рыба, что-то сладкое. Вареники где-то между этими блюдами. Это то, что едят дети. Но в этом году я не снимала сам процесс, потому что у меня была помощь, я этим не занималась. И, наверное, это был первый год, когда я совсем не устала после Рождества. Хоть это и приятная усталость. Что это есть? Не, я бы это видела на писту, я бы это фильмы. Да, отбирай. Отбирай. Наш святой вечер закончился десертом, и на следующий день, был очень простой обед, но я все-таки запекла индейку, кстати, сама придумала рецепт, было очень вкусно, я потом как-то с вами поделюсь, не успела снять, и потом в праздничные дни мы ходили гулять в Краков, просто отдыхали, как-то было очень спокойно и совсем беззаботно, назовем это так. Я желаю вам всего самого хорошего, с наступающими праздниками, не забудьте поставить пальчик вверх, я была очень рада повидаться с вами и поделиться своим декабрьским настроением, а на этом пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро, в новом году.